Мир вам, дамы и господа, асаляму алейкум! Сегодня восьмой день изучения арабского языка, и пора что-нибудь перевести, какой-нибудь текст. Я нашёл один текст, который меня заинтересовал своим названием. Текст назывался «На пути к весёлому словарю». Я увидел, что в этом тексте есть несколько английских слов, которые записаны просто латиницей. И это такие очень современные слова. Я понял, что речь как раз идёт о том, что какие-то новые слова включаются в словарь Оксфордский, например. И что, наверное, это имеет какое-то отношение, и, наверное, в этой статье проводятся какие-то параллели с тем, какие процессы происходят в арабском языке. Что мне, естественно, интересно почитать. Это как раз одна из тех причин, по которой я очень не люблю самоучителей. Там очень часто безумно скучные тексты, которые мне очень тяжело заставить самого себя читать. Они мне совершенно не интересны. Я хочу почитать что-нибудь интересное, то, что мне самому близко. И я обычно так и делаю, так и поддерживаю, на самом деле, свой язык. Если я хочу посмотреть что-нибудь смешное, почему бы не посмотреть что-нибудь смешное на по-русском? Если я хочу почитать статью по психологии, почему бы не почитать статью по психологии на французском? Если я хочу посмотреть документалочку про Северную Корею, то почему бы не посмотреть её на арабском? В общем, те тексты, которые меня интересуют и те видео, которые мне потом интересно смотреть, они все идут не от того, что у них есть какая-то ценность при обучении, а я иду как раз от того, что мне самому это интересно, я понимаю, что мне будет интересно это дело переводить и за счёт интереса я могу спокойно сидеть над этим процессом и не заставлять себя над этим делом сидеть. Так что да, я взял эту статью, на которую наткнулся и вышел как-то почти случайно, будучи подписанным в фейсбуке на какие-то там группу про арабские диалекты, что-то палестинские мемы или ещё откуда-то, я уже не помню откуда. В общем, подписался на фейсбуке просто на очень много каких-то там разных страниц, где контент идёт в основном на арабском языке и поэтому просто я, получается, довольно хорошо погружаюсь в среду, насколько могу. Естественно, это было очень непросто и я не дошёл даже до конца статьи, я прошёл, по-моему, только одну третью со словлём, просто переводя каждое слово. Но проблема же в том, что я, допустим, очень плохо пока ещё ориентируюсь в спряжении глаголов. То есть я не могу по форме глаголов, даже если я пойму какое-то время, что, в принципе, не так сложно, даже если я пойму какое-то время, я по форме всё равно не смогу установить инфинитив, а начальной формой глагола в арабском языке считается форма третьего лица единственного числа мужского рода в прошедшем времени. Я не смогу эту форму словарную установить по заданной форме. И поэтому я начинаю искать ту форму, которая здесь дана, я не всегда могу найти, не всегда она находится ни в кисловаре, ни в словаре Баранова. Поэтому спасает гугл и всякие сайты вроде там glosby.com.context.reversu.что-то там, где можно действительно найти наконец это слово именно в такой форме и посмотреть, как оно используется в определённом контексте, что совершенно замечательно. И самое главное, что ты на эти сайты выходишь просто с помощью гугла, просто начинаешь слово искать в гугле. Я решил на самом деле, что несмотря на то, что словосочетание, естественно, учить легче, я всё-таки буду выписывать все эти новые слова о себе, которые я узнал в процессе сегодняшнего чтения и перевода текста. Я выписал себе несколько слов, и я не особо буду как-то над ними специально работать, потому что я как-то чуть-чуть с ними ознакомился, я буду ориентироваться на то, что, может быть, я их где-то ещё услышу, прочту, и они дальше запомнятся. Но что я сделаю с очень большой вероятностью, что я буду делать дальше по мере того, как я буду читать больше текстов и буду делать это быстрее? Я буду брать в свой список словосочетаний и словосочетания из реальных текстов, которые я читаю. То есть у меня есть сейчас условный набор тем и подобранных к ним словосочетаний, которые будут постепенно наполнять тот самый список, который вы можете увидеть в описании. И там, где я применяю тот метод, о котором рассказывал во время видеоотчёта о четвёртом дне изучения арабского. Я хочу список заготовленных словосочетаний, которым пока не найден арабский перевод, но они уже готовы на русском, разбавлять словосочетаниями, которые я найду, считая тексты на арабском. И получится так, что у меня постепенно вот эти вот словосочетания, которые я просто нахожу в текстах, они будут встречаться чаще и, в общем-то, полностью выместятся бы все те словосочетания, которые у меня были заготовлены заранее в рамках изучения каких-то тем. В общем, к этому мы идём. Сегодня был такой первый шаг в этом направлении, потому что я просто пометил себе, по-моему, два или три словосочетания, которые можно в этот список занести, и я их потом туда занесу. Что же касается практики, удивительное дело, но я с удовольствием смотрю Аль-Джазиру. Я на самом деле могу объяснить, почему у меня такой возник интерес к Аль-Джазире неожиданный. Дело в том, что мне любопытно смотреть на все эти культурные особенности. В разных точках совершенно огромные территории, совершенно огромные территории вот этого арабского, в более широком смысле ещё и мусульманского мира, потому что территория мусульманского мира, она оказывается совсем огромной в данном случае. И получается, что ты смотришь какие-то репортажи, вот мы, значит, переносимся в Мавританию, там вот тот, потом мы переносимся в Ливан, там вот это происходит, потом мы перенеслись в Катар, потом в Судан, потом мы посмотрели, что происходит в Сомали, Потом мы наблюдаем за тем, как развивается ситуация с беженцами в Мьянме И в общем ты понимаешь, что это совершенно огромный охват территорий И мне это безумно интересно Поэтому я залипаю, поэтому мне интересно все это дело смотреть и интересно слушать Если посмотреть на то, как идет сейчас изучение арабского у меня То я могу сказать, что вот в каждом предложении, которое произносится на Аль-Джазире Я понимаю одно слово хотя бы Иногда два Сегодня был первый момент, когда я понял три слова подряд По-моему там что-то такое было Ну и все на сегодня, спасибо вам большое за внимание Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Если вы считаете, что то, что происходит на этом канале полезно и интересно Вы можете пройти по ссылке, которая также есть в описании И поддержать этот канал Ну и до встречи в следующем видео